И всем привет дорогие друзья, вы на канале Union Sky. Сегодня у нас будет прохождение за Британию, создаем армию и короче здорово улучшаем инфраструктуру, а также пехоту в плане исследований. Смотрим какой же флот мы имеем, пытаемся сделать одну единицу флота, но у нас так не получается, потому что мало денег, мы бомжи, здорово. Итак, немножко меняем производство, а также смотрим вообще что в мире происходит, видим то что Германия откусила Чехословакию и что-то там еще короче, дружимся, корешимся с Югославами, потому что я там здорово орил. И выпускаем флот на море, или океан. Что это? Наверное, ну, короче, круто. Океан, короче, меня бы убили, если бы это было на географии, ну ладно. Итак, переводим флот, чтобы он взял и вторую дивизию тоже, но это будет у нас не очень успешно, могу вам так сказать, потому что он кал. Улучшаем пехоту еще раз, и флот заходит у нас в порт. Из-за того, что это типа большой город, то он сразу в порт заходит, я не знаю, почему он не берет сначала пехоту, а потом уже заходит в порт, ну типа. Объявляем войну Ирландии и делаем высадку в Корк в спину, пока Ирландия вообще в шоке и не понимает, что происходит. Мы уже высадились и понемножечку забираем ее провинции. Армия, ой, армия. Флот зашел у нас в порт Корка, но это мы меняем по-бырому. Берем еще одну армию на флот, на море, и делаем вторую высадку в Ирландию. Ну, ирландцам, видимо, вообще все равно, так как, блин, мы уже захватили более половины их территории, а пехота просто стоит себе на месте и ничего нам вообще не делает. Ну, спасибо, конечно, за такой подарок вкусненький. Делаем двухстороннюю атаку на Дублин, чтобы жизнь Малины не оказалась. Ну и все, Ирландии, можно сказать, уже нету. Ну, а пока мы там захватываем Дублин, перетаскиваем одну дивизию на побережье, чтобы флот мог ее забрать. Вытаскиваем еще один флот с Ливерпуля, а также думаем над тем, что можно сделать высадку на Данию. И это реально будет здорово, скажу я вам. Так, перетаскиваем дивизию на Белфаст, это тоже будет не очень, так как, блин, везде порты ЯХЗ, откуда у нас столько портов, еще и таких больших, типа то, что там помещается куча флота. Вытаскиваем из порта флот и берем со второй попытки дивизию. Пока мы берем дивизию, объявляем войну Дании и делаем ей высадку в спину. Даня такого не ожидает, армию не перетягивает, не стягивает, вообще им все равно, я не знаю почему. Видимо, я такой жесткий стратег, что всем еще все равно на меня. И вот мы уже задумываемся над тем, чтобы сделать вторую высадку на Данию. Вытаскиваем еще одну единицу флота на море, а также забираем еще одну дивизию с побережья на море. Я до сих пор не могу понять, там море или океан, что это такое. Но это не важно, потому что мы делаем еще одну высадку на Данию, и у нас уже там две дивизии в Дании. У них тоже две дивизии, так что мы типа ненамного жестче их. Нападаем на дивизию, также пытаемся зажать ее с двух сторон, но что-то одна дивизия опаздывает. Так что мы нападаем сразу же на Копенгаген, типа, потому что это реально здорово, вообще гуд. То, что мы съедим Копенгаген, и Дания сразу же капитулирует. И вот из-за того, что у нас лучшее исследование, мы победили в битве за Копенгаген. А также захватываем Данию полностью и капитулируем ее. Забираем все дивизии, которые у нас находятся в Дании. Также вытаскиваем еще немного флота на море, океан. Короче, что-нибудь-то. Окей, я тупой, я не знаю. Так. Стягиваем все, всех, вообще. Все на море. Нападаем на Швейцу, а также делаем ей две высадки в спину. Или три высадки в спину. И Шведом опять все равно. Видимо, высадки для них это что-то прям слишком жесткое, для их понимания. Они просто не понимают, что такое высадка. И хз вообще, типа. Им все равно, они вообще не стягивают армию. Поэтому мы сразу же забираем весь юг Швеции. Ну, хотя бы это я понимаю, то, что существует юг и другое, понятно? Я не настолько тупой. Забираем все дивизии с... Ну, все, не как все. Ну, типа, часть дивизии с побережьей английских территорий на воду. На воду. Потому что я, наконец-то, смог как-то оправдать свой аутизм. Ну, типа, короче, окей, все, я ничего не понятно объяснил, но я... Да, Сигма. Да. Короче, мы уже захватили весь юг Швеции. Видимо, Шведом вообще по барабану, что мы там делаем. Так как, блин, они даже... Ну, не то, что всю армию перетянуть. Они даже одну дивизию не перетянули к нам на фронт. Либо им все равно, либо... Они просто не знают, что мы их сейчас захватываем. И вот уже возле Стокгольма. Даже, кстати, дополнительную высотку... Ну, типа, еще дивизию. Передаправляем на скандинавский фронт со Швецией. Вот так вот умно я это сказал, потому что я Сигма. А, видим то, что Испания скушает, блин, Францию... Это... Блин, Бенинлюкс, короче. Мы увидим то, что с острова почему-то нельзя вытащить дивизию, хотя стащить ее туда можно было. Блин. Блин, в каждом видео могу выглядеть. Четкой поросе. Натаскиваем еще часть флота на воду. И делаем еще одну высадку на наш фронт. Ну, просто на побережье я хоза. Так. Вот еще одна территория... Ой, да боже. И вот еще одна армия находится у нас на фронте. Да. И вот мы уже нападаем на Стокгольм, столицу Швеции. Шведы уступают нам Стокгольм. Улучшаем также инфраструктуру дополнительно. И вот Стокгольм у нас свободен, вкусненький. Мы его, конечно же, забираем. Почему бы и нет? Это же так сладенько вообще. Также забираем одну дивизию с острова. Да. Смотрим, что же можно еще захватить. И в поисках мы находим Норвегию. Очень вкусно, кстати. Поэтому перетягиваем туда все дивизии. Стягиваем, точнее. Видим то, что фиглядиваются... СССР? Что? Почему-то я не видел этого в игре. Ну ладно. Время слепое. Так, стягиваем понемножечку дивизии на фронт. Улучшаем инфраструктуру. И ждем пока дивизии перетянутся. Такой я лояльный. У нас 10 аж единиц кораблей. Ну блин, флота, короче. 10 единиц у нас в порту. Это очень много. Мы отправляем на воду... Да. Флот. Но почему-то он соединяется. Один большой. Я не знаю почему. Видимо, это баг какой-то. Ну, не баг. Ну, видимо, я рукожопый. Я не знаю, короче. Окей. И у нас получается взять 2 дивизии на воду. И отправить их на побережье Норвегии. Ну, пока что еще мы не отправили их на побережье. Но хотя бы увидеть немного край земли Норвегии. И мы смогли. Ну, субери. Нападаем на норвежские территории. Делали высадки в спину. А также нападаем на их территории. Уничтожаем одну дивизию. И вот-вот мы уже заберем столицу Норвегии Осло. Которая находилась не так что далеко от нас. И вот мы уже нападаем первой дивизии. Второй. А также уничтожаем дивизию, которая была в столице. Это очень здорово. Мы забрали их в столицу. Больше у них ее нету. И Норвегия капитулировала. Видимо, поняли ли они то, что мы абсолюты. Стягиваем дивизию на Финляндию. Кстати, уже СССР не воюют с Финляндией. Видимо, им достаточно было того, для чего они не забрали. Флот отправляем на Датчатский порт. Чтобы там перегруппироваться. Но пока там флот отправляется, мы стягиваем побольше дивизий на... Да, на фронт. Здорово, правда? В Копенгайене мы... Короче, перегруппируем... Перегруппируем флот, чтобы сделать... Ну, типа, побольше их, но поменьше... Ну, типа, будет их много, но сами вот эти вот части будут поменьше состоять. Не по 8, блин, флота, а там по 3, по 2, чтобы была... Эм... Возможность побольше дивизий перекидывать сразу же. За один раз. Отправляем флот на... 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 Тик. Ха-ха-ха. Туда их. Нападаем на Финляндию и сразу же нападаем на 2 их территории. Чтобы они офигели от жизни. Уничтожаем просто понемножечку дивизию. Из-за того, что мы сейчас займем территорию, она просто уничтожится. Вот, как я и сказал, все произошло. Забираем флотом одну дивизию и пытаемся сделать высадку в спину норвежскому фронту. Ой, норвежскому... Финляндскому. Да. Очень здорово. Нападаем на их территорию и... Так, очень здорово все получается у нас. Так, угу. Здорово. Так. Ага. Здорово. Круто получается у нас. Да. Офигенно. Кайф. Круто. Ну что? Потом. Так, короче. Жестко нападаем. Короче, мы захватываем, да. Крутые мы. Захватили, видимо. И, короче, всем пока. Это было крутое прохождение. Всем пока-пока. Здорово всем. Да.